Привет! Я хотел бы показать техническую сторону вопроса создания вот подобной сцены в Cinema 4D. То есть мы сделаем модель города и трейлы по дорогам и растительность подобную. Для этого нам понадобятся дополнительные инструменты в виде блендера и еще программы QGIS. Потому что напрямую в Cinema 4D нельзя вывести данные из QGIS. Итак, возьмем изначальный блендер. Здесь есть бесплатный модуль Blender OSM. Он устанавливается отдельно. Инструкцию по установке смотрите, ищите в сети. Так, выбираю выбрать. В Москву. Давайте тот же район Москва-Сити возьмем. Копируем. И в блендере вставляем. И здесь можем уже ничего не изменить. Здесь стоит по умолчанию загрузка OpenStreetMap. И импортируем. Итак, у нас загрузился наш город. Давайте его сохраним. Давайте его сохраним. И переходим в Cinema и загружаем этот файл. Вот эти они активные, можно сразу удалить. Вот это, кажется, какой-то артефакт. Иногда такие встречаются. Вот это, кажется, какой-то артефакт. Все остальное вроде у нас правильнее. Теперь перейдем в вид сверху. И создадим подложку. Давайте вот эти все слои, кроме Buildings, я скрою пока. И смотрим, чтобы у нас подложка везде была, выходила за пределы этих домиков. Такие стук сделаем. В таком вот виде сверху я создам камеру. И я сейчас хочу посчитать вот эту картинку в большом размере. Потому что нам, помимо дорог, понадобятся еще сплайны, чтобы по ним пускать все эти точки, шурешки, линии и так далее. Напрямую в синемум мы это выгрузить не можем. Большое разрешение. Global Elimination я включу, он тут не нужен. И максимально подгоню под формат. Я с нами хочет. Я с нами хочет. Ну ладно, в принципе, потом просто больше обрежем. Давайте я тогда сделаю чуть побольше разрешения. Возьму PNG и альфа-канал включу. И загрузим. Отрендерим эту картинку. Итак, вот она посчиталась. Разрешение большое. То, что нам нужно. Теперь в фотошопе я открою эту картинку. И по вот этой альфе я ее проскадрирую. Теперь нам понадобится программа QGIS. Так, загружаем подложку в виде ОСМ-карты. И ищем, где наша локация. Так. Далее переходим в GeoReferencer. Сюда загружаем нашу картинку. И теперь надо найти какие-то общие точки на этих картах. Вот какой-то международный центр торговли. Это он же? Для него. Вот это точно. Итак, я здесь ставлю точку. И он спрашивает, какие координаты должны быть этой точки. Я указываю, что взять координаты с карты. Нажимаю. И здесь на карте ставлю эту же точку. И говорю ОК. Нам нужно таких минимум две. Лучше три точки поставить. Желательно подальше друг от друга. Без дорог сложно сориентироваться, но можно. Так. Вот это здание. Вот оно. Здесь есть какая-то вот школа. Давайте по уголку этой школы мы поставим точку. И еще одно где-нибудь сейчас поставим. И будет у нас все хорошо. Здесь у нас торговый центр европейский. Мост этот, как он называется, Богдана Хмельницкого. И вот на уголку этого здания мы сейчас воткнем точку. Так, все на это. А, стоп. Теперь мы заходим в настройки. Проверяем. Можно линиер, можно хельмит здесь поставить. Псевдомеркатор у нас проекция наша. Ну и все, собственно говоря. ОК. И нажимаем запустить проекцирование этой карты. Так, вот она встала на свое место. Можно уменьшить здесь прозрачность. И проверить, все ли точно у нас стоит. Роли достаточно точной. Попадает. Так, теперь мне нужно получить хват вот этого слоя. Здесь мы набираем Extend. Вот Extract Layer Extend. Здесь вон наша картинка. И запускаем. Вот у нас получился такой прямоугольник. Давайте удалим у него обводку. Так, и теперь мы будем загружать дорожки сюда. Здесь вот в Cinema 4D. Если посмотреть, то у нас наши дороги, они достаточно удобно разбиты. Сразу на, ну, классифицированы. То есть вот Road Secondary, Pedestrian, Пешеходный, Primary и так далее. Это нам даст подсказку как раз в командах OSM, что мы будем загружать. Вот я выделил какую-то такие самые, наверное, основные трассы в Primary. Давайте сохраню проект. Вот. Итак, Primary. Заходим сюда. Делаем охват чуть-чуть больше нашего слоя. И нам понадобится такой модуль, как Quick OSM. Вот так вот он выглядит. Здесь мы пишем Highway. А здесь, как там у нас было, Primary, да. У нас видно, что есть просто Primary и Primary Link. Link это какие-то развязки. Надо их будет и то, и другое загрузить. Здесь выставляем Canvas Extend, то есть охват рабочего поля в программе. И запускаем. Идем в QGIS. Видно, что загрузились сплайны и точки. Точки мы потом все отключим. Так, и давайте еще загрузим сразу Link. Так, Canvas Extend у нас стоит. Все, есть. Дальше. Я пока отключу, чтобы она не путалась. Дальше у нас есть вот такие какие-то большие дороги. Это у нас Secondary. Здесь пишем Secondary. Также вот Secondary просто и Secondary Link у нас есть. Запускаем. И Link тоже. Дальше. Так, отключим. Чтоб не путалось. Что у нас тут еще из больших дорог есть? Вот это вот что такое. Etriary. Тоже загрузим. Загрузим сейчас. Запускаем. И Link. Тут, по идее, можно как-то добавлять сразу несколько этих позиций для загрузки, но оно отглючивает, не всегда работает. Давайте я сразу уже уберу точки, которые нам не нужны. И вот это вот. И посмотрим, что у нас там еще и осталось интересного. Так, есть у нас вот какие-то широкие. Это presidential какой-то. Давайте их тоже загрузим. Я не вижу, у него, может, даже каких-то развязок и нет. Может быть просто. Ну, на всякий случай, Link тоже запустим. А, тут Link даже и нет. Понятно. Тоже отключим. Так, что еще осталось интересного? Это неклассифицированные дороги. Ну, остальные все достаточно тонкие вроде бы. Ну, давайте неклассифицированные оставим. Здесь почему-то Брянская улица. Неклассифицированная. Ну, ладно. Если у кого-то есть желание, можно тоже загрузить даже по всем вот этим. В том числе вот это, Footway. И так далее. Но нам сейчас нужны основные. Так, перейдем в QGIS. Это мы закроем. Точки, которые мы уберем. Так, вот такой у нас охват дорожной сети получился. Больше, чем охват нашей территории. Ну, это в принципе нормально. Как раз там на заднем фоне бапешки будут играть еще. Как где уже здание не будет видно. Ставим вот так вот кем-нибудь по центру. И создадим NewPrintLayout. Как-нибудь назовем его. Здесь мы делаем добавить карту. И по охвату вот так вот делаем. Вот у нас тут наша карта. Так, давайте пока перейдем сюда. И во всех... Ладно, сначала пробуем так. Может быть получится перенести в синему напрямую. Сейчас. Ну, не то, что напрямую. Но сейчас увидим, получится или нет. Значит, вот экспорт векторного слоя. Вот. Так, это у нас Primary. Вот эти галочки обязательно отключить. Так, единственное, я вот Link, их тоже бы сюда добавить. Вот так сделаем обновить и заново просто загрузим. Так, идем к синему. И загружаем. Видно, что у нас есть наш охват. Вот эти лишние рамки мы удалим. Они, как правило, в самом низу бывают. Вот этот я вырежу и перенесу куда-нибудь выше. Вот сюда. А вот это объединю в один сплайм. Так, дальше. Мы переходим в QGIS. Допустим, сейчас Secondary. Также загружаем. Обновляем здесь. И сохраняем. Здесь можно даже вот сделать... Так, открыть. Здесь я уже все эти охваты удалю. И вставлю сюда. И так делаем по всем слоям. Итак, у нас все слои я загрузил подобным образом. У нас есть, получается, все наши дорожки разбитые по названиям. И охват нашего слоя. Назову его Extend. Сделаю Extend-центр у всех по центру своих же слоев. И дальше мы вот к Extend-центу, этому нашему охвату перевязываем все наши дороги. Копируем нашу основную композицию. Так, и надо теперь вот этот вот подогнать наш Extend по размеру. Что у нас тут есть. Вот такой размер. Вставляем его сюда. И вот такой размер. Копируем. Вставляем сюда. Вот мы растянули все наши дороги по нашему охвату. И, как мы видим, теперь у нас есть совпадение этих сплайнов с нашими дорогами, которые мы загрузили из Blender. Так, дальше начинаем. Наверное, уже составлять основную сцену. В принципе, вот здесь вот Москва-Сити, она более-менее как бы правильно, эти домики. Но на самом деле можно где-то поискать в сети более, так скажем, полную модель Москва-Сити. Вот, допустим, у меня здесь есть с сайта 3D Warhouse. Вот такая модель. Если я ее сюда перенесу. Вот. Оно, в принципе, даже похожим образом сюда встает. Но какие-то расхождения есть. Можно будет подвигать эти слои. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Так, давайте вернемся к нашему референсу. Что у нас тут есть? У нас тут... Здесь, конечно, чуть посложнее у нас вырезана река внутрь, в глубь, да? Давайте попробуем так сделать. Давайте. Я даже на всякий случай возьму эти два слоя в отдельную композицию. Продолжение следует... Давайте возьмем вот эту вот исключительно саму реку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как у меня здесь реальные размеры, то вот эти всякие параметры могут быть очень высокими. Пока вот с какими-то артефактами получается, давайте попробуем вот так это сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь какие-то слишком близко стоящие точки получаются. Давайте еще раз в Connect запихнем. И здесь увеличим значение вот это. В принципе, да, у нас же реальные размеры, поэтому я думаю, здесь можно поставить 0,5 метров. Вот так же. Вот так гораздо лучше. И вот эту вот водичку... Мы немножко опустим ниже. Продолжение следует... 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 закатных почти ночных картосвещения что-нибудь вот в таком роде давайте сделаем человеческое разрешение и обратно вернем два балла чку перестроить когда камеру и обратно на эту работу вот эти волк стены мы сделаем каким-нибудь холодным оттенком или близкий к тому и в них сильный рефлекшен добавим наверно слишком сильно у нас подсвечивает сейчас немножко другую карту выберем освещение что-нибудь вроде может быть такого попробовать более темная вот так вот это вот уже интересно дополнительные световые эффекты мы еще введем поярче сделать футболисту д ров это у нас крыши тоже в принципе сделаем каким-нибудь похожим оттенком и дальше надо пройтись вот по вот этим вот вещам что они обозначают вот эти понятно серенькие это дороги сейчас посмотрим что у нас в референсе они сами дороги светятся или нет сложно понять но вообще я бы им небольшое свечение бы наверное добавил давайте пока оставим так есть пускай будут серые вот у нас есть кто-то зеленый джетей шины форест это понятно что давайте это это пока отключим мы хотя вот это вот это я бы прямо заменил за уфом вот так вот армы настроили да вот эти вот какие-то зелененькие это у нас тоже уол будет это не она я прям вот так вот пройдусь и все их объединю в одну текстуру и все выставки выставка ну вот вот Продолжение следует... 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 просто небольшие пятнышки как будто бог принципе их можно наверное даже сделать вот так так вот так вот так Вот это Основную подложку мы тоже создадим текстуру для нее Субтитры создавал DimaTorzok 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 И теперь, собственно говоря, давайте займемся дорожками В первую очередь, наверное, можно сюда нависить тег R-Shift И создать... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... пожалуй пониже и и опустим теперь нам нужно добавить будет сложность на вот этот сплайн давайте делаем вот так и здесь создать новый объект раз и два и и и и Продолжение следует... 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 И вот здесь, на вот этих вот сплайнах мы можем еще добавить какой-то нойз. Продолжение следует... 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 здесь меняем стиль смотрим 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...